Сланцевая революция С чего все началось? Сама идея Сланцевой революции как феномена начала появляться в начале 2000-х годов. Сама идея Сланцевой революции — это резкое увеличение добычи, в первую очередь, газа и нефти на территории США и Канады, которые изменили рынок. Во-первых, снизилась цена в Соединенных Штатах для конечного потребителя, изменились роль США в качестве международного участника. Если мы все привыкли, что США покупают нефть, то теперь она стала очень много добывать и избавилась от этого статуса импортирующей страны. Допустим, добыча газа увеличилась в США в 4 раза, потом в 6 раз после 2000-го года. Они почти догнали Россию по добыче нефти, по разным оценкам США уже входит в тройку и занимает по некоторым оценкам третье место, по некоторым второе, по некоторым первое. И вот этот скачок, он случился благодаря в первую очередь технологиям, которые легли в основу Сланцевой революции. Собственно, я выделил 4 части. Это наличие углеводородов в породах с малой проницаемостью, и потом я объясню немножко подробнее. Второе – это технология горизонтального бурения скважин и наклонного. Третье – это технология гидроразрыва пласта. И четвертое – это внедрение технологии Big Data в геологию и нефтетобычу. Собственно, перед вами одна из обложек вернала Time. Собственно, это показывает о том, как в свое время сама идея изменила общество и международный рынок, скажем так. Для начала нужно определиться с терминологией. Все мы знаем понятие Сланцевой нефти, точнее, слышали о нем, но не все так просто. Всего есть несколько видов углеводородов, которые можно выделить по залеганию. Первое – это традиционный нефть и газ. Собственно, вот мы видим. Это традиционные запасы, которые были известны всегда. Но есть такая маленькая особенность – не все запасы являются извлекаемыми. То есть, если мы нашли, к примеру, миллион баррелей нефти где-то под землей, это не значит, что весь миллион мы сможем достать. Было большое количество запасов, которые были неизвлекаемыми. С развитием технологий эти запасы переходили из одного статуса, собственно, просто запасы, в извлекаемые. Так вот, раньше были неизвлекаемые запасы – это сланцевые, то есть это газ и нефть сланцев. И второй термин, который обычно опускают журналисты, но он очень важен – это нефть и газ, низкопроницаемых коллекторов. Это они изображены вот здесь вот. Об этом мы поговорим подробнее. Но в чем интерес? Раньше нефтяники не могли их добыть. И, собственно, добыча подобных месторождений резко увеличила в США дебет скважин и привела к более крупному влиянию этой страны в международном рынке. Также есть еще один вид углеводородов – это метан угольных месторождений. Он является причиной обычно аварии, которую мы слышим в новостях, когда прошел взрыв в шахте, могло завалить людей. Собственно, это вот данная проблема – еще один вид углеводородов. Еще один вид углеводородов, которым часто забывают выделять отдельно – это нефтяные сланцы, богатые керогеном. Это твердый углеводород. Если нефть – это жидкий, газ – это газообразный, то, собственно, еще есть и твердые вещества. Собственно, теперь давайте обо всем подробнее. Традиционные залежи могут представлять собой определенные структуры. Допустим, изначально вся нефть, которая находилась в антиклинальных структурах. Мы ее видим на первой картинке. То есть есть некое сводовое образование. Представим себе это как некое ведро. То есть наши стенки ведра не пропускают нефть. Второе – есть породы-коллекторы, в которых может нефть находиться. Это, скажем так, представим, как пемза. То есть у нее есть стенки, но есть поры, в которых содержится флюид. А также есть, скажем так, тот самый первый вид ловушек, который был найден. Искали, собственно, на местности, например, некую… Если рельеф передает геологическую структуру, искали некий холм. Если там есть какое-то в колодцах, бываю, как в Савдовской Аравии, нефть. Просто бурили скважину и таким образом самым приемлемо искали. В процессе развития геологии было выделено несколько типов традиционных ловушек. Это, собственно, антиклинальная, то есть мы видим это сводовое. Потом это экранные ловушки. То есть, например, у нас есть упор, который не пропускает нефть выше по слою. То есть у нас должен быть слой, который вмещает в себя нефть, и должен быть слой, который не дает ей перемещаться дальше. То есть первоначально, когда образуются некие вещества в земле, они распространяются примерно на равномерной поверхности. Потом под действием давления они должны собираться в некие структуры, и там они не должны иметь выхода. То есть если у нас слой перекрывается разрезом, собственно, с одной стороны, допустим, может быть глина, со второй стороны разлом, и там так нефть запирается в некой структуре. Третий вариант, например, это нефть, которая расположена над соляными куполами. То есть в процессе выдавливания соли пообразовалась сводовая структура, и там, собственно, и накопилась нефть. Еще один пример, например, это вот стратеграфическая ловушка, то есть внутри какого-то слоя образовалась линза, и в этой линзе образовалось месторождение. Есть очень распространенная ошибка, что залежи нефти представляют как некое подземное озеро. То есть как будто там есть некий объем, где просто, скажем так, бассейн с нефтью, туда отбурим скважину и там как-то ее выкачиваем. На самом деле нефть содержится, скажем так, в порах. То есть, по сути, коллекторы – это те же самые горные породы, в которых просто в порах содержится некий флюид. Это может быть газ, нефть или, допустим, обычная вода. Сейчас мы увидим, как… Включите первое видео. Собственно, мы увидим, как это съемки камеры в скважине, как… Задверни. Допусти видео, пожалуйста. Давай, давай, еще. Мышкой туда пошел. Еще, еще. Давай, давай. Тебя сейчас нравится. Еще, еще. Так, вверх. Оп, давай, еще. Давай, давай, давай. Сожжимай. Включи мне таймер. Таймер. Собственно, вы видите капельки нефти, которые поднимаются в трубе. Труба заполнена водой. То есть, эти черные капельки можно сравнивать с эритроцитами. Вы видели, наверное, картинки. Когда маленькие такие, как бы, по форме капельки поднимаются, ну, собственно, такой синаз в янах, то здесь они поднимаются по трубе. Как вы понимаете, сила поверхностного натяжения превращает их в капли, поэтому, собственно, мы именно такую картинку и видим. То есть, так, теперь давайте перейдем к следующему. Собственно, о чем я говорил, что там нет такого бассейна. Перед вами мы видим, скажем так, вот это у нас маленький кусочек породы. Если мы его приблизим под микроскопом, мы увидим такую примерно структуру, то есть, у нас есть зерна некие. Возьмем простой пример, допустим, это песчаник. Это маленькие частички песка, которые склеены определенным цементом. И между этими частичками песка есть пространство. То есть, вот мы его видим черным цветом. И вот между этими частичками нефть, собственно, и просачивается. Вы видите размеры? И вот через эти вот маленькие трещинки, собственно, и нефть содержится в них, и через них же проникает из одной части нефть в другую. Традиционный нефть добывается примерно так. Если она находится под напором, то мы пытаемся пробурить скважину, нефть будет сама выходить, то есть под давлением. Есть второй вариант, когда мы нагнетаем в одну часть месторождения воду, и она выдавливает, как углеводородок, вспомните, бензин. Если вы нальете в ведро, оно всплывет. То же самое и в традиционной нефтяной геологии. Если мы добавим воду по контуру, то они будут выдавливаться в центр. Теперь перейдем к сланцам. Перед вами, скажем так, цилиндр, который выбурен из скважины. И это самый обычный сланец. Как вы понимаете, ничего похожего здесь на трещины, поры и тому подобное не видно. Чтобы вы себе представили, обычно это сланец. Можете себе представить, это очень мелкозернистая структура. Есть песок, он рассыпчатый, и когда его насыпаете, в нем есть воздух между зернами. Если вы возьмете глину, она очень жирная, и, собственно, она является водоупором. То есть через нее ничего не проникает. Поэтому сами сланцы, они примерно такую же имеют структуру, а это плотная порода, которая в себе не имеет никаких практических пор. Но когда в процессе образования горных пород, там появились углеводороды. И вот они, их можно было посчитать, количество от объема, но нельзя было добыть их. И вот эти породы легли в основу сланцевой революции. Вторая технология, то есть вторая маленькая задача, которая в процессе решалась до того века, это учиться бурить. Первоначальные буровые установки умели бурить примерно только вот так, то есть вертикально. Если возьмем обычную домашнюю деревню и начнем ее сверлить в ней, мы получим простую модель нашей скважины. Хотя сами буровики не любят это говорить, это как у моряков ходить, вместо плава это канистроя, потому что все-таки это инженерное сооружение. В процессе развития технологии появилось несколько видов бурения. Это наклонное направленное, то есть мы можем, если проводить бурение в Гобель, попасть немножко в его крайны. Второе, это горизонтальное бурение, то есть зарезается угол скважины и бурение начнется под очень большим углом или горизонтально. Также научились многостволовые бурения, то есть в процессе бурения скважины появляется несколько, несколько стволов и можно через одно устье попасть в три места. Следующее, это многозабойное бурение, это когда мы можем попадать в несколько структур различных, то есть вы видите направление. И еще один вид – это кустовое бурение, то есть когда на одной площадке мы бурим несколько скважин, и каждая из них попадает в определенное место. То есть не надо бурить скважины, ставить равномерно по площади, а можно находясь на одной площадке и распределить по всей территории. Как это выглядит? В чем преимущество того, когда научились бурить интересно, сложно и решать различные сдачи? Есть традиционная скважина, мы будем все время сравнивать с обычной скважиной, одностоловой, вертикальной. Горизонтальным бурением мы можем проникнуть в пласт на очень большое расстояние. Соотносите, если мы бурим вот это вот все зря, только вот ради этого, какая скважина эффективнее? То есть мы можем пробурить всего одну и попасть, ну очень много попасть в нужный нам пласт. Вторая вещь – это мы можем попасть в тот пласт, поверхность которого недоступна нам для бурения. То есть вместо того, чтобы бурить в городе, сносить здание, понимаете, очень большое, это шумно, это денежно, то есть это очень большая проблема. Мы можем пробурить где-нибудь рядом и попасть. Например, может быть озеро, мы не можем, например, зачем бурить на озере, если можно бурить на берегу. Третий вариант – это мы уменьшаем изъятие полезных территорий на поверхности. Например, есть полевые води, где выращивают, допустим, картошку, зерновые, зачем опять же терять земли, если мы можем на одной площадке бурить несколько скважин. В-третьих, мы можем одной скважиной, сейчас уже в четвертых, попадать в различные пласты. То есть, опять же, бурение скважины решает не одну задачу, а сразу несколько. Это был наш маленький второй ключик к успеху. Теперь немножко истории. Перед вами нефтяная провинция США, потому что в основном наша лекция говорит о США и Канаде, поскольку она обладает теми капиталами и инфраструктурой, которые позволили в первую очередь появиться этому явлению именно там. Здесь вы видите месторождение США, вообще целые регионы, где проводятся поиски нефти и газа и добыча. Традиционные залежи нефти совпадают по нахождению с нетрадиционными, именно вот со сланцевыми. То есть, в процессе извлечения обычного нефти и газа нефтяники встречали задачу, что они находили пласты, где есть углеводороды, но не могли их извлечь. Если вы посмотрите вот сюда, вот вы видите месторождение Барнетт. Это месторождение стало, скажем так, началом всей сланцевой революции. Сейчас мы можем посмотреть на него в 2007 году. Каждая точка — это одна скважина. Кто-нибудь был в Гомельской области Вереческом районе? Видели у нас, возможно? Вот, теперь вы узнаете, что у нас тоже есть. Просто, чтобы вы представляли, это... Так, сейчас. Из фильмов точно вышки видели. Вот, а вот каждая когда-то набурила. Здесь всего более 11 тысяч скважин. То есть представьте какие-то объемы бурения. Чтобы вы понимали, например, в 2006 году, если не ошибаюсь, во всем мире было пробурено порядка 9 тысяч скважин. И только в одной США 11. То есть вы можете понимать, сколько здесь вложено технологий и капитала. Из этих 11 тысяч более 10... Вроде не из 11. Из 16 тысяч 11 тысяч — это именно горизонтальные. То есть как изменился уровень технологий за это время. Что собой представляется это барное месторождение? Каждая площадка — это буровая. Либо буровая, либо уже насосы, где уже работают по извлечению. Каждая скважина зачастую является горизонтальной, многостволовой. То есть под землей на все равно представляется еще более развитая система. То есть для сравнения, у нас бурят обычно вертикальные скважины, либо наклонные, то есть не очень сложные, и извлекают нефть. В чем отличие? В традиционной геологии обычно не пытаются рисковать. Мы попадаем в ловушку, извлекаем нефть, на этом все закончено. В США есть одно большое преимущество. Много капитала и большая инфраструктура. То есть если компания может вложить 50 долларов в бурение и извлечение нефти, и получить из этого всего лишь 53 доллара, то компания может себе позволить, имея огромную денежную массу, постоянно бурить, постоянно извлекать, и у нее будет хватать капитала. Что будет, если маленькая компания в России такое произведет? Она почти все свои денежные средства вложит в бурение, и у нее не останется никаких денег, пока скважина на себя не окупит. А этот процесс может занять годы. То есть в принципе в другой части мира подобные технологии не могут возникнуть просто банально по финансовым причинам. В США же есть деньги и есть инфраструктура. Например, если в той же Сибири есть всего несколько крупных магистральных нефтепроводов, то сырье, которое туда подается, должно быть в принципе одинаковым. В США же очень много инфраструктурных объектов, и они могут смешивать нефть, они могут их как-то сразу преобразовывать. И сланцевая нефть, она очень отличается в одном и том же регионе. То есть если мы немножко перемещаемся на местности, физические свойства и горных пород, и нефти очень сильно подвержены изменчивости. То есть так. Теперь это было две вещи. Мы обсудили то, что геологи встречали углеводороды, которые очень трудно извлечь, а также буровики научились бурить очень сложные скважины. Третий наш кирпичик успеха – это появление технологии гидроразрыва пласта. Потому что сама технология появилась в 50-х годах, начала использоваться. Что она себя представляет? Вы видели на одном из слайдов зерновую модель, где между маленькими порами может просачиваться нефть. Если разорвать породу водой, и в ней появится трещина, то по этой трещине, естественно, может двигаться жидкость. Если мы эту трещину заполним песком, то она не сможет схлопнуться. То есть представьте, вы берете масло, надрезаете его ножом, и потом обратно соединяете. Как вы понимаете, обратно уже ничего не происходит, потому что масло имеет свойство, но стенки обратно слипаются. А если мы между маслом положим два грецких ореха, то оставшееся пространство опять может что-то проникать. Как работает ГРП? Бурится горизонтальная скважина. И в несколько итераций производятся инъекции жидкости. Жидкость под давлением разрывает через отверстия окружающие породы. Формируется так называемая трещина. Современные технологии позволяют по определенным параметрам контролировать длину трещины, а также частоту их появления. Потом в эту же жидкость подается пропант. Это вещество, которое расклинивает наши трещины. Это может быть, допустим, стеклянные шарики, керамические шарики, просто песок. Я где-то даже читал, что где-то попробовали засыпать перемолотые скорлупки грецких орехов, просто потому что там рядом был завод по их переработке. Не знаю, это правда на самом деле. Но, собственно, как выглядит пропант? Это, например, песок. Его подают постепенно, изменяя его размеры. То есть, вначале трещины выполняются большими частицами, а уже маленькие частицы маленькими. То есть, появившуюся трещину мы заполняем нашим веществом, чтобы по ним могли двигаться флюид. Собственно, какая у нас появляется картина? Некие наши породы, в которых мы не можем извлечь нефть, мы подвергаем гидроразрыву, искусственно там создает трещиноватость, и по этим трещинам уже можно извлекать углеводороды. Можно таймер. Таймер. Умер? Ну ладно, тогда будем на мое внутреннее чутье. Давайте посмотрим еще одно видео. Собственно, вы видите отверстие, которое перфорирует на скважина, и через него сейчас будет проникать нефть. То есть, вот это как-то выглядит. То есть, с той стороны стенки у нас есть трещина, и вот флюид под действием давления выходит наружу. То есть, скажем так, если вы поставите кирпич на пакет, вода выльется. Если вы поставите на пакет 3 километра земли, вертикальный столбик, вы понимаете, что она очень быстро захочет вылиться. То же самое и здесь. Очень большое давление помогает жидкости покидать горные породы, скажем так. Следующее. Это появление бигдата. С чего начиналась сейсморазведка? Наиболее эффективный способ поиска институтных залежей. Когда-то, в начале 20 века, при появлении первых поисковых методов, было очень медленно. Это были единичные приборы, это были исследования, которые занимали недели, это было все обрабатываться вручную. С различными технологиями появились системы, в которых задействованы десятки и сотни тысяч датчиков, а процесс машинной обработки занимает многие недели работы дата-центров. То есть это, в принципе, допустим, даже в Беларуси в компании целый этаж занимает именно железо, которое считает это все. И вы понимаете, чем сложнее геологические условия, чем больше расчеты. Собственно, какую информацию обрабатывают для формирования моделей залежи. В начале у нас есть геологический анализ. То есть есть некая геологическая колонка, где просто один за одним написаны породы, которые встречаются в данном регионе, и какие на глубинах они залегают. Чем больше скважин, которые пробурены на данной местности, тем больше информации о изменчивости пород. Также после сейсмических исследований, это можно сравнить с УЗИ, получаются некие данные о объеме пространства. Все это подвергается моделированию, подвергается моделированию процесса будущего гидроразрыва, подвергается моделированию процесса переноса флюида внутри. Это все огромные данные в силу того, что физика обычно имеет дело с очень простыми моделями. То есть изменчивость математической модели очень простая. К примеру, функция х квадрат. Мы знаем, что с каждым, например, метром изменяется число в единственной степени. В геологии есть очень большая проблема в том, что очень большая изменчивость, и из-за этого нужно постоянно… Очень много коэффициентов, очень много формул, очень много расчетов. Это все занимает очень много машинного времени именно. Простой пример, допустим, я занимаюсь эсморазведкой, это поиск неких нефтесодержащих пластов с помощью возбуждения каких-то колебаний. Если вы, скажем так, на УЗИ ходили, то, в принципе, все то же самое, только наш пациент от нашей планеты. Промышленная эсморазведка занимается глубинами, например, от первых метров заканчивая десятком километров. Если мы говорим об объемах данных, вот мы видим одну точку возбуждения, например, там может быть взрыв. Волна распространяется до целевого горизонта, отражается. Здесь на поверхности находятся десятки тысяч датчиков. Все имени одновременно записывают некую информацию. Эта вся информация собирается на регистрирующей станции. На небольшой площади, к примеру, около нескольких сотен квадратных километров, будет десятки тысяч возбуждений. Каждое возбуждение записывается около десяти тысячами датчиков. Каждая запись содержит десятки мегабайт информации. Когда эта информация начинается обрабатываться, в нее добавляются данные геологии, скоростная модель. Это все очень быстро увеличит объемы данных. И с появлением современных компьютеров, современных систем обработки, то, что в 90-х было окончанием возможности работы с цифровым материалом, сейчас является практически только этим началом. Такой пример. Все вы знаете, что метеорология — это та часть прикладных исследований, которая очень требует много компьютерных вычислений. Она считается самой сложной, поскольку... Вы знаете про эффект бабочки, что из-за этого не могут рассчитать нормальную погоду. Изменение одного маленького параметра локально очень сильно изменяет всю картину. Очень часто говорят о том, что именно обработка геофизики — это вторая прикладная вещь, которая очень много потребляет машинного времени и, собственно, объемов... Ну, компьютеров, которые должны это все вычислять одновременно. Вот, собственно, можно увидеть сейсмический разрез некого месторождения, добытого в интернете. То есть, в принципе, вы видите, все похоже довольно-таки на УЗИ, опять же. Есть вот разные слои выделены. Потом в анализе добавляют геологию, уже строят модель пласта. Собственно, это та часть, которую я хотел сказать про Бигдата. Довольно доступно так. Это одно из дорожских месторождений. Традиционные вертикальные скважины, как вы видите. Представьте, что каждый из них содержал несколько осветлений. Часть из них резко переходила в горизонтальное состояние. То есть, сравнивать, допустим, наше месторождение и тоже барнет, это как сравнивать по размерам Минск и, допустим, Лос-Анджелес. То есть, вы понимаете, это очень-очень большие размеры и очень-очень сложно. Собственно, это были составляющие сланцевой революции. Что у нас произошло? Геологи нашли объемы неких углеводородов, которые не могли добыть. Потом они все-таки стали задавать вопросы. Ребята, а если мы деньги имеем, почему бы нам не добывать? Вторая – это инженеры, которые решили проблему бурения. Также решили проблему извлечения нефти. То есть, это сложные скважины и ГРП. Технология начала быстро распространяться под территорией США и Канады, поскольку деньги все-таки, если они приносят прибыль, их любят получать еще больше. Поэтому это породило массу слухов, массу проблем и массу недопонимания в прессе. Я хочу сказать, что вся сланцевая революция – это проблема количественная, а не качественная. Нас пугает, что, например, в журналах и газетах, что это большой вред экологии, это вред местному населению. Давайте сравним, кто-нибудь вас пугает или россиян, что у них добывают нефть. Просто добычу нефти. Никто не пугает. Все знают, что бывают разливы нефти, бывают пожары. Но скажите, разве не бывает таких проблем на железной дороге или не бывает таких проблем на химических заводах? Это нормальный процесс, когда очень сложная инфраструктура выходит из строя и ломается иногда. Но почему-то в гидрососланцевой революции начинается массовая истерия. Так вот, какие есть проблемы, давайте поговорим быстренько. И как это решается? Первое, что любят говорить, это то, что склажда бьет химию. Да, те вещества, которые применяются для повышения нефтеотдачи, могут содержать себе, допустим, соляную кислоту. Самый простой пример. Если у нас есть нефть в известняке, то если вы знаете кальций СО3 плюс H-хлор, у нас резко наш известняк будет или кальцит растворяться. То есть на поверхности возле склажины есть отстойники. В них содержится то вещество, которое попало в склажину, а затем при добыче появилось опять на поверхности. В этой жидкости содержится очень много химических веществ, которые опасны для людей даже в маленькой концентрации. Собственно, об этом экологи начинают говорить, что начинают загрязять окружающую среду. В чем проблема? Это может быть выглядеть вот так. То есть, скажем, у нас есть емкость, в которой все это хранится. А может быть выглядеть вот так. Как вы понимаете, технология выдерживается, проблемы нет. То есть, а это и с точки зрения технологии, классическая нефтитобыча исландцевая, она ничем не отличается в применяемых операциях и веществах. Просто качественного изменения нет. Следующая вещь, которая нас очень сильно пугает, и давайте сразу всех перечислю, это наведенная сейсмичность, то есть появление новых землетрясений на территории, где добывается слайонцевая нефть. Это фрекинг, это появление метана, допустим, в воде, в поверхностных источниках, в реках. Далее, это попадание флюида в водные горизонты, то есть загрязнение питьевой воды. А также, собственно, что еще? А, ну и... А, и активизация старых разломов, то есть, что, опять же, увеличивает сейсмичность региона. Очень часто говорят, что разрыв пласта загрязняет водные горизонты. Почему? Якобы трещина, которая появляется, начинает расти, 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 и добирается до пласта, где содержится питьевая вода. Естественно, будет происходить миграция вещества и, допустим, углеводородом попасть в воду. Такое имеет место в ряде случаев. Ну, к примеру, воду обычно извлекают из глубины, например, 300 метров, 600 метров, 800 метров, а нефть добывают на глубине 3, 5, 4 километра, например. Как вы понимаете, если инженеры могут длину трещины контролировать, допустим, с очень десятки метров, сотни метров, никакая трещина не дорастет на такие глубины. Другой вопрос, например, бывают природные источники метана в регионе, где происходит нефтетобыча. И тогда метан попадал изначально в воду, и об этом как бы все молчали. Но когда там стали добывать сланцевую нефть, вдруг все вспомнили, что в воде содержится повышенное содержание. То есть методики, которыми проверяют наличие опасных веществ, зачастую не учитывают, собственно, саму геологию. И были случаи, прецеденты, когда с одной стороны были виноваты компании, а в других случаях это были абсолютно естественные процессы. Следующий вариант – это некачественное цементирование скважины. Скважину можно представить из себя как некую телескопическую удочку. Только если мы поставим ее тонким концом вниз, а широким вверх, каждая наша секция удочки – это будто определенная бетонная труба, которую заливают. Есть ли у нас, предусмотрено, есть четыре вида проблем. Первое – это у нас неплотное прилегание цемента к скважине, это неплотное прилегание, ну, как бы так, заполнение цементом мезотрудного пространства, это некачественный цемент и появление трещин, и, собственно, комбинация – это перетекание. То есть нефть, которая содержится, или газ на глубине, может вдоль стенок скважин подниматься выше и попадать, опять же, в наши водозаборы. Давайте опять же развернемся к вопросам. Если строители используют некачественные строительные материалы, дома будут проблемы? Естественно, будут. Поэтому это вопрос технологии или соблюдение технологии? Опять же, то есть качественная проблема, опять же, нет. Есть проблема такая же, которая встречается везде. Это халтура, скажем так. Давайте еще посмотрим одно видео. Это плохое состояние скважин, когда она деградировала. Сможем запустить? Да. Вот сейчас вы увидите. Скважина должна быть как водопроводная труба, ровненько. Видите? Трещины, куски, которые уже отвалились. Как вы понимаете, в этой скважине, скорее всего, есть микротрещины, а учитывая какое там давление, естественно, на флюид будет попадать в окружающее пространство. Еще одна проблема – это то, что говорят, что в том же Техасе начали землетрясение. Да, такая проблема есть. Но давайте теперь опять же разберемся внимательно, что же там происходит. Есть сам процесс гидроразрыва пласта. То есть, если мы закачиваем туда некую жидкость, в породе появляется добавленное давление, то есть, которое мы туда еще добавили. Данные события регистрируются по аратуре и имеют бальность около единички, двух, то есть, оно даже не ощущается на поверхности, может зарегистрировать только оборудование. Вопрос – откуда же появляются проблемы? В процессе добычи мы извлекаем жидкость из недр. Эту жидкость нужно куда-нибудь утилизировать. Что делают? Берут бертарем скважину и в более глубоколежащий пласт эту же воду обратно и закачивают. Или жидкость. Ну, то есть, это подземный способ утилизации жидкости, которая появляется из продуктивного пласта. Теперь, опять же, есть разрешенные допуски и нормы. Когда норм нет, естественно, все ограничивается создательностью компании. В чем возникает проблема? Если закачивается очень много, естественно, будут возникать землетрясения. Допустим, уже были зарегистрированы в том же Техасе землетрясения магнитуры 5 и 6, это уже ощутимое сотрясение земли, уже дребезжат окна. Но опять же, это качественный вопрос или количественный? В традиционной нефтедобыче тоже закачивают отработанную жидкость на глубину. Просто, если у вас, скажем так, не одна скважина на квадратный километр, а несколько десятков, и каждый из них закачивает, то процессы негативные появляются в результате количества этих скважин, а не само явление сланцевой революции, сланцевой нефтедобычи. Что касается активизации старых разломов, тут можно привести такое сравнение. Смотрите, если вы возьмете линейку, положите на край стола, будете гнуть ее, гнуть, 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 при определенной силе для воздействия она сломается резко. Что происходит в недрах земли? Есть два пласта, которые, одно, один движется вверх, а второй вниз, от себя другая. И в определенный момент, когда, скажем так, прочность породни выдерживает, происходит скачкообразное снятие давления, они сдвигаются. Это вот подвижка пород приводит землетрясение на поверхности. А теперь давайте подумаем так, если мы будем вызывать маленькие микросотрясения, то есть маленькое изменение пошаговое, что лучше? Много маленьких землетрясений или одно крупное? А рано или просто все равно произойдет. Поэтому некоторые ученые предполагают, что, собственно, в регионах, где есть старые неактивные разломы, подобные события могут даже, скажем так, нивелировать крупные катастрофы. То есть, опять же, мы видим количественную проблему, но некачественную. Собственно, как выглядит типичное месторождение в США, именно занятое сланцевой нефтедобычей? Как вы понимаете, это просто лес нефтедобывающих насосов, новых скважин, которые бурятся. И в чем проблема именно сланцевой нефтеразведки? Мы имеем огромное количество скважин на очень маленькой территории. Срок их жизни, то есть эксплуатации, составляет всего несколько лет. Если обычную мы пробурили, эксплуатируем ее десятилетиями, например, временно консервируем, опять расконсервируем, опять добываем, то здесь нужно постоянно бурить. Бурить, 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 и именно как-то количественно, интенсивно повышать нефтеотдачу. почему страны Европы многие запрещают? Как вы понимаете, очень трудно отследить качество выполнения работ. К примеру, возьмем месторождение. Здесь 90% подрядчиков работают хорошо, и только 2-3 компаний выполняют свою работу некачественно. Понятно, что из-за них двоих, из-за этих двух компаний тень пойдет на все компании, которые работают в этом регионе. И проблема в количестве рождает недоверие. Сами составляющие сланцевой нефтедобычи не отличаются практически ничем от традиционной. Вопрос только в количестве, как это проявляется. Это очень много гидроразрывов, это очень много скважин, это очень огромные объемы извлекаемой жидкости. При изучении вы видели снимок, это низкодебетная скважина, то есть нефти мало, воды много. И скажем так, очень большие структуры очень сложно контролировать. Если выполнять рекомендации, если выполнять технологии, то в принципе все можно добывать, не приводя к экологическим последствиям для населения и проблемам для природы. Например, типичный пример, когда в воде обнаруживают вещества, которые там не должны быть. Журналисты сразу привязывают это к близко расположенной нефтедобыче. А что может быть? Может находится химический завод выше по течению, он сбрасывает свои отходы в воду, но там никто отбор проб не производит. Это вода, загрязненно доходит до месторождения, и там экологи начинают бить тревогу и возмущаться проблемами. то есть мой посыл, как я вижу проблему, понимаете, я думаю, экспертов гораздо больше в этой сфере, чем я, я всего лишь рядовой сотрудник одной из компаний, и вопрос сложности организации всех работ, чтобы было качественно, чтобы никто не превышал нормы, чтобы все, что делалось, производилось в строгом соответствии с технологией. Вот я вам еще в конце добавлю один такой слайдик, это, если вы хотите узнать об этой проблеме больше, есть сайт Geology.com, это новости геологии, собственно, там краткий экскурс по многие вопросы, и сайт Геофизического общества США, там, собственно, оно принципиально не формирует официальную позицию по этой проблеме, оно высказывает различные мнения и смело говорит о проблемах, когда есть проблема, когда нет проблем, и когда стоит вопрос сланцевой нефтедобычи в Европе, в Азии, в других регионах, нужно отвечать так, сама технология, она не является проблемой для природы и населения, проблемой являются люди, которые ее применяют, если делать качественно и аккуратно, можно получать сырье для экономики и не нарушать природные связи. Ну, еще одна ссылочка, это мой паблик ВКонтакте, тут можно читать сами новости науки, и я люблю писать, закрывай. Это еще раз можете переписать, с точки хорошей, сам хочу посмотреть. то есть, ты можешь всегда посмотреть. Оставь этот слайд. Поэтому в конце хочу сказать, что возвращать до конкретной тематики лекции, очень сложная проблема при тщательном осмотре может стать очень простой и в принципе не такой страшной. Сами технологии и люди, которых изобретают, плохих целей не преследуют. плохих целей предследуют те люди, которые ее неправильно применяют. Это самый главный, мне кажется, посыл, который может и в нашей жизни вам помочь. Проблема не в технологии, а в их эксплуатации. Ну, собственно, у меня все. АПЛОДИСМЕНТЫ